В центре нашего внимания, уважаемые друзья, события на Украине. Мы, правда, сегодня и о футболе тоже поговорим, но начнём мы вот с чего. Дело в том, что в Верховную Раду внесён новый законопроект Украины, как известно, это парламентская республика. Так вот, народные депутаты предлагают ввести уголовную ответственность за публичное отрицание факта агрессии со стороны России. Вот если этот закон будет принят, то гражданам Украины, усомнившимся в том, что Россия страна-агрессор, грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Вот какие доводы приводит один из авторов этого законопроекта в социальной сети. Посмотрите. Обществу навязывается мысль о том, что Россия не агрессор, а миротворец и партнёр Украины в налаживании мира. Эта дискуссия подпитывается заявлениями публичных людей, включая должностных лиц местного самоуправления. Ну вот интересно, если кто-то даже на своей странице в социальной сети что-нибудь такое напишет, то понесёт он за это ответственность или нет? Вот это, собственно говоря, вы видите непосредственно этот законопроект, который внесён в Верховную Раду. Как вам, пожалуйста, Сергей Александрович? Мне кажется, что на наших глазах происходит быстрое формирование полицейского государства в Украине. Кстати, сказать, если российская армия войдёт на территорию Украины, то украинская очень быстро об этом узнает. Во-первых, у них немедленно будет парализована вся связь. Секундочку. Мы говорим чётко, наших войск там нет. И поэтому говорить другое, как раз говорить о российской агрессии, это и есть ложь. Но таким образом украинские власти формируют квазиправую, как помните, в Южной Африке апартеид, да, он был фактически утверждён в законах. Точно так же преследование оппозиции, преследование других точек зрения становится новым законом Украины, полицейским законом. Это новая реальность, с которой мы должны, к сожалению, иметь дело. Быстрое формирование полицейского государства, я бы сказал, переход от хаоса к военной диктатуре. Сергей Александрович, значит, вы сейчас на 10 лет с конфискацией наговорили. Есть ещё кандидаты? Пожалуйста, Михаил. Ну, так, схожий закон, он принят в республиках Прибалтики, в Латвии, Эстонии и Литве. Там до пятёрочки, по-моему, за отрицание оккупации советской. Но в то же время, вот одна из передач же недавно показывала, что проходит марш легионеров АФНСС. Вот этот закон не мешает прославлять подвиги, в кавычках, вот этих вот людей. В то же время можно прийти, то есть можно загреметь в тюрьму за отрицание... А кого-то посадили в Прибалтике за... Нет, один человек, Эларион Гирс, юрист, он пришёл в полицейский участок, он адвокат известный достаточно, и написал заявление, я отрицаю факт советской оккупации, положил это на стол в полицейском участке, на него завели уголовное дело. Пока он, как бы, под подпиской, насколько я знаю. Подсоции. То есть тренируется пока? Пока тренируется, но они могут вполне, от них можно этого ожидать, что они трёшечку какую-нибудь отгрузят ему, да. Понятно. А зачем такой закон принимается? Поясните нам, пожалуйста, может, у вас есть... Так у вас же у самих такой же закон. Разве не вы сами год назад приняли закон об уголовной ответственности за исторический ревизионизм? Разве в половине стран Европы нет законов против исторического ревизионизма? Но вы знаете, мы-то приняли на основании Нюрнбергского трибунала, это международная организация. Так по вам тоже будет Нюрнбергский трибунал отдельно. Потому что ни один человек в здравом уме не может отрицать российской агрессии. Где они берут танки? Где они берут буки? Где они берут ЗРК? Вы можете отрицать это до посинения. Но идёт война. Война, которую действительно начала украинская сторона между собой. Это был маленький гражданский конфликт на Украине. Который вашими усилиями, который вашим оружием стал большой гражданской войной. И теперь войной между Россией и Украиной. А как вы считаете? Во время Второй мировой войны вы не могли отрицать германская агрессия. Во время Второй мировой войны у вас не было трансляции германского радио. Во время Второй мировой войны вы не относились с уважением к германской точке зрения. Точно так же и сейчас у нас идёт война. То есть вы нас сравниваете с немецкой Германией. Правильно я понимаю? Так, секунду, секунду. Секунду, секунду. Значит, если вы сравниваете Россию с немецкой Германией, я ещё раз напоминаю, что у нас этот закон действует на основании решения Нюрнбергского трибунала. Поскольку ложь по поводу российской агрессии на Украине не имеет никаких доказательств, у меня только один вопрос. Если действительно, на ваш взгляд, есть присутствие российских войск на Украине, как вы утверждаете, пугая друг друга вот этой вот российской агрессией там внутри Украины, почему до сих пор они не во Львове, эти войска? Почему Украина ещё не сдалась? Потому что ваша армия такая же разваленная, как украинская армия. Потому что до Львова вы не можете дойти. Потому что вы помните, что было с вами в 37-м году. Вы помните, что вы у нас выперли. Сейчас очень много людей пригласят вас на чашку. Молодой человек, почему вы тогда Крым обратно не хотите забраться до вас? У меня был период, Серёжа, пожалуйста. У меня был период, когда выступление подобных наших товарищей вызывало какое-то бешеное состояние неудовольствия. Я сейчас, честно говоря, вам благодарен, что мы имеем возможность их слышать. Потому что это типичное представление о том, что происходит. Ну и как бы наглядный пример того зомбирования, которое есть у них. А для вас, молодой человек, я хотел объяснить профессионально. Во-первых, о том историческом ревизионизме, которым вы говорили, искажение истории. Я автор закона. Это первое. И слава Богу, там всё будет хорошо. И мы его готовим на основании международных актов. Не допуская и защищая достояния своей страны дедов и отцов. Это первое. Второе. Для вас, молодой человек, хочу тысячу раз повторял и ещё раз хочу сказать. Когда-то в советский период на Украине были три военных округа. Это были самые мощные с точки зрения комплектования, подготовки, вооружения и снабжения округа. Чтобы вы понимали, только пять баз специальных в Донбассе находилось оружие, которое сегодня есть. Притом, в том числе и уничтожение этого оружия. У них переполнено это оружие. Другое дело, что ополчению повезло в силу менталитета людей, которые сегодня находятся у власти Украины. Потому что всё, что хорошее, они давно уже продали. Плохое осталось, поэтому там снаряды не взрываются. Но с оружием, слава богу, там проблем нет. Вот такие молодые люди, они на протяжении уже длительного периода говорят, что примерно 12-10-12 тысяч советских войск находятся на территории Украины. Ну, чтобы вы понимали по современной организации, это около семи общевойсковых бригад. Что такое российская современная общевойсковая бригада, я не хочу из-за времени удаваться и так далее, но они действительно уже были бы и в Киеве, и во Львове. Это сомнений нет при той организации боя и процесса. Но для вас, молодой человек, и поправляя своего другу Серёжу, хочу сказать, никогда Россия не будет воевать с Украиной. Никогда. Никогда Россия не бросит русских людей, живущих в Новороссии. Мы кормили, кормим, сколько бы ни было, последний кусочек хлеба отдадим, но будем людей поддерживать. Второй момент. К сожалению, молодой человек должен сказать, и удержать это невозможно, очень много людей русских, которые имеют сегодня родственников, они вынуждены идти вместе с своими родственниками защищать свою землю. Тут от этого никуда не идёшь. Ополчение на этом держится. Спасибо. Я хочу сказать, что, значит, дело в том, что у нас разные точки зрения, безусловно, с нашими коллегами на Украине на происходящее, но есть вещи, которые, как мне кажется, сложно двояко трактовать. Вот недавнее заявление министра, так называемого министра внутренних дел Украины, господина Авакова, по поводу того, как можно было предотвратить гражданскую войну на Украине. Вот посмотрите, что он сказал, ну, может быть, в полемике, в запале, но, тем не менее, важное заявление. Пожалуйста. Надо было тогда Донецкую администрацию взорвать на корню. Пусть погибли бы, хай бог простит, 50 террористов, у нас бы не было 5000 смертей в Донецкой области. Аналогичное Луганской СБУ. Вот. Такая логика владеет господином Аваковым. Мне кажется, что тоже довольно такое симптоматичное заявление, не правда ли, Игорь? Как вы относитесь к... У нас в реальности, чтобы не ударяться во взаимные обвинения, надо понимать разницу в атмосфере, которая есть в России, которая есть, очевидно, на Украине. Или в Украине все равно, как бы, там разные позиции. По-русски правильно говорить «на Украине». Давайте уважать партнера, мы сильная, большая страна. Мы уважаем. Я знаю, как Виктор Степанович Черномырдин, господину Ющенко, объяснял употребление. Очень важно, очень важно, что внутри России нет отрицательного отношения, какого-то отрицания, как бы, негатива к украинцам. Объективно нет. Очень многие украинцы, друзья наши, мы общаемся, живут здесь, очень многие люди работают. У нас нет вот этой истерии. И очень важно нам на истерию не отвечать истерии. Мы нормальные люди, и нужно ими оставаться. Нужно своих защищать, все правильно. Но ни в коем случае, не надо никому угрожать. И не надо изменяться. Не нужно перерождаться и быть такими же. Со временем наши братья тоже нас поймут. Как бы, не надо оскорблять. И тоже, вот, пожалуйста, молодой человек приехал с оскорблением совсем у нас на первом канале. В прямом эфире. Это огромный показатель. И очень важно, чтобы мы сохраняли это. А вот у меня вопрос, Игорь, к вам. Я знаю, что ваша точка зрения, она такая, достаточно распространенная. А скажите, пожалуйста, вот есть ли какой-то предел, за которым уже невозможно сохранять хладнокровие? То есть продолжаем торговать с Украиной, продолжаем говорить теплые слова в адрес Украины, продолжаем сотрудничать с Украиной. Нам говорят, лучше бы мы этих колорадов взорвали в самом начале, 50 человек. Во всем, понимаете, в торговле... А где эта точка? Точка есть какая-то или ее нет? Точка очень четкая. В торговле во всем должен быть прагматический интерес. Хватит уже чем-то руководствоваться, это не работает. Вот прагматика... Как не работает? Вы даже знаете, в смысле бизнеса и эмоций нет, да? Секунду, секунду, я просто хочу мысль пояснить. Значит, когда вы говорите прагматика, это деньги, правильно я понимаю? Это деньги. Это деньги. Выгода, взаимная выгода, взаимное соглашение, нужно работать вместе, и нужно сохранять нормальные человеческие отношения. Игорь, с точки зрения денег нам гораздо выгоднее оставить Украину вместе с ее проблемами, Донецкой, Луганской, со всем остальным и уйти просто... Братев, нельзя оставлять. Во всем должна быть здравая грамма. То есть все-таки деньги нехватные. Это может быть здравый смысл. Вы не в коем случае, а вы не в коем случае, а вы не в коем случае, а вы не в коем случае. Уровня всеобщего отрицания и уничтожения. Нельзя. Всегда нужно оставаться людьми. Вы знаете, я хотел бы отделить братьев от небратьев. Люди, которые сравнивают фашистскую Германию с моей страной, это моральные уроды. Вы оскорбили каждого здесь, каждую семью здесь, и мою в том числе. Самое страшное, что вы оскорбили свою семью. И вот такое вообще нельзя пропускать. Это и есть та самая русофобия и пересмотр исторических фактов. Это чудовищное высказывание. Это первое, второе. То, что происходит... Подождите, подождите, подождите. Он сам понятен. Одну секунду. Вы сами... Вот после заявлений безответственных и появляются вот такие вот персонажи. Ну хорошо. Это тоталитаризм и военный преступник. Александр, подождите. Вот и все. Дело в том, что мы, у нас на нашей программе, как вы знаете, достаточно часто приезжают люди из Украины, которые доносят до нас ту точку зрения, которая на Украине существует. Это правильно. Если мы ее не будем знать, если мы будем разговаривать тут внутри себя... Сами с собой. Сами с собой. Я считаю, это неправильно. Это абсолютно правильно. Поэтому, 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 на ваше замечание по поводу оскорбления я вынужден, как ведущий, дать возможность ответить нашему гостю. Пожалуйста. Ваше собственное правительство хвалило нацистскую Германию, ограничиваясь только тем, что они хорошо действовали до 1939 года. Ваше собственное правительство проводит политику эридентизма. Господи, откуда вы? Ваше собственное правительство, кто это говорил? Кто это говорил? Ну сколько, кто? Скажите, кто никогда. Я хочу проверить, кто это говорит. Ваша армия не могла победить одну маленькую Грузию, какой Львов. Слушайте, у меня ощущение, что у вас вообще какая-то каша в голове. Ваши тарки находятся на Донбассе. Пожалуйста. Это же где? Это же не украинские. Я не очень понимаю. Пожалуйста. Это же замечательный пример пропаганды русофобии на Украине. И нам всем надо вас просто пожалеть, потому что вы жертва пропаганды. Подождите, подождите, подождите. Если бы в апреле, как я еще говорил, до того, как это стало через тот Аваков, уничтожили бы Донецкую Абл-администрацию, уничтожили бы Луганское СБУ, со всеми, кто там засели, со всеми, кто захватили власть, то вы бы не могли устроить сейчас гражданскую войну у нас на Донбассе. Вы в Одессе не участвовали в этом учреждении. Господа, я понимаю ваше возмущение. Значит, давайте разгарить спокойно. Я в Одессе не участвовал, но только благодаря тому, что 50 человек в Одессе случайно погибло, только благодаря этому в Одессе нет войны, только благодаря тому, что эти люди погибли, все отошли от ваших идей и все поняли, что русский мир им не нужен. Я бы хотела, пожалуйста, пожалуйста. Вадим, Вадим, я должен вам сказать, что вы, безусловно, имеете право на свою точку зрения. Мы, как бы, с уважением относимся к разным точкам зрения. Но, когда вы такие заявления делаете, вы должны понимать, что вы, а, находитесь в России, в стране-агрессоре, да, как по-вашему, это первое. Второе, когда вы оскорбляете людей, которые погибли в Одессе, которые ведут борьбу за возможность разговаривать на собственном языке и избирать свою власть в Донецке и Луганске. Я просто хочу вас предупредить, я хочу вас предупредить, Вадим, когда вы говорите по-русски такие вещи, вы сильно рискуете. А короткий вопрос, Вадим, вот вы думаете, вот вы сейчас на Первом канале, в прямом эфире, главного российского телевидения. Вот оружия у вас нет с собой, а то мне страшно, друзья мои, нас сейчас всех расстреляют. Потому что даже по вашим понятиям невозможно врать всегда. Даже по вашим понятиям надо иногда слушать. У вас можно в Украине врать всегда. А у вас за такой вопрос. Так в Украине такие как вы наступают каждый день. Забывайте, молодой человек, молодой человек, ответите, пожалуйста. Вы сказали, давайте, дайте ответить, пожалуйста. Давайте про украинский мир поговорим хотя бы. Сейчас, сейчас, про украинский мир мы разговаривать не будем, его нет. Мы сюда приедем, почему я своим родным могу поехать. Я хочу дать возможность Андрею Караулу, который сохраняет хладнокровие. Абсолютно, а у нас сегодня веселая передача. Сид двойник Порошенко в студии. Какое-то шоу двойников. Сидит странный человек, одетый как гаврош. Мне сказали, он гость моей страны. Болтает ерунду, обидную ерунду, оскорбляющую память десятков погибших людей в Мариуполе, расстрелянных и в Одессе случайно. И не надо, чтобы понимал. Нет, мне кажется, он все понимает. Проблема в чем? Я, когда сделал фильм под названием «Обыкновенный фашизм» для двойников Порошенко и для недвойников одетых, как гаврош. Но я предполагаю, люди не все знают о собственной стране. Я, как вежливый человек, написал письмо президенту Украины с просьбой. Я, Караулов, хочу прийти со своей кассетой, фильмом, в любую студию, прямой эфир, кривой эфир, на ваше украинское телевидение. Пустите меня, пожалуйста. Без охраны приду один, но с кассетой. Давайте, коллеги, обсудим, что у вас происходит. Вот факты. Вот списки людей, погибших в Киеве. Какой ответ я получил? Вы на Первом канале, уважаемый, сегодня, неуважаемый, прошу прощения, мною лично сидите. Порошенко думает. У меня официальный ответ от администрации президента. Но ответ был понятен еще тогда, когда Украина запретила въезд ряда журналистов из России. Еще раз, не просто ряда, а практически всех. Мою жену полчаса пытали, где ваш муж, не в Киеве, она из Киева, сама родом. Поэтому к вам относиться серьезно, простите ради бога, нельзя, стыдно. Джентльмены не спорят о фактах, только лишь о трактовках. А наличие двойника Порошенко как-то некоторым образом... Вы не путали по моему... Не, вы так похоже, я на вас смотреть не могу, поэтому я ко всему отношусь с юмором. Я работал в Донецке, на стороне оболчения, мне надоело вот это вот выслушивать. Друг друга не правильно. Вы даже не знаете, о чем вы говорите, и начинаете это нести. Мало ли на кого вы похожи. Друзья мои, друзья мои, сегодня у нас очень горячая программа. Мы прервемся, Петр, на рекламу. Мы прервемся на рекламу. Оставайтесь с нами. С вами программа «Время покажет», и мы продолжаем обсуждать обстановку на Украине в прямом эфире. Я хочу вернуться к тому, что сейчас происходит на Донбассе. Все-таки действуют так называемые минские договоренности. Буквально на днях один из лидеров запрещенной в России организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош на страницах украинского издания рассказал о своем отношении к перемирию на Донбассе через, естественно, отношение к президенту Украины. Я знаю, что он, Порошенко, нас боится, на дух не переносит. Я ему в глаза все говорил, когда был Иловайской первой договоренности. Бой идет, а мне докладывают, минские договоренности подписаны. Набрал его помощника, передай, говорю, что это идиотизм полный и сдача национальных интересов. И еще передал, что мы Януковича сняли, так и его снять можем. Обиделся сильно. Вот такой взгляд. Пожалуйста, Михаил. Ну, касательно Яроша, это вот гопоть недобитая в разборках 90-х, на мой взгляд. Но его заявление последнее, очень серьезное. Его надо принимать в расчет. Он сказал, что у молодых людей моих очень много оружия на руках. И эти люди полны достоинства. Ну, тут я с ним поспорю, рассовывать людей по мусорным ящикам и показывать на весь мир свою высокую культуру, там достоинства не может быть. Но революция называется революцией достоинства, поэтому они полны вот этого революционного духа. Ну, они полны и кое-чем другим, я говорить не буду. Но, третий Майдан, он неизбежен. И Ярош прав, он будет более кровавым. И Майданом там не ограничится. Там будет полноценная война, в которой будет задействован и правый сектор, и вооруженные силы Украины, мощные или там не мощные, немощные какие. Но это будет. И начнется это, я думаю, где-то с 1 апреля, когда пойдет повышение цен на энергоносители, это спровоцирует беспорядки. Яроши явно шантажируют вот этими заявлениями. Что? Я не говорю о том, что нужно, Россия не нужна. Я о том, что о роли Яроша. Я говорю о роли Яроша. Это же прямо на нашей границе. Дай мне сказать. Дай мне сказать. Ну что там Грузию бы растерли, если нужно было? Грузии все спокойно, слава богу. Только потому что вы сделали то, что сделали. Есть мнение, что... Так хотели бы растерли. Нет, я не понимаю, к чему вы нас пригод... Нет, это значит, вы даже Грузию, вы нас к чему призываете сейчас? Вы Анголу растерять не могли. Вы Сирию растерять не могли. Коллеги, коллеги, вот так... Ваша армия сама по себе отнимает. Наши армия Гитлера могло вот так растереть. Так как ваш армия труппы, труппы, труппы. Петр, пишите. Так, так, так. Вот вам к слову о великой отечественной. Вы понимаете? И человек достаточно... Значит, Вадим, Вадим, вы... Еще раз повторяю. Вот моя задача какая? Чтобы всех в этой студии слышали. Когда вы говорите по поводу Грузии, по поводу Анголы, по поводу Сирии, по поводу вот этих вот вещей. Это вы... Что вы хотите спровоцировать реакцию? Драку хочешь спровоцировать. У нас сидят здесь ветераны Афганистана. Между прочим, украинцы вместе с нами воевали в Афганистане. Понимаете? И в этом смысле вы ничем от нас не отличаетесь. Как бы вы не хотели подползти к европейским ценностям с помощью революции достоинства. Поэтому у меня к вам короткий вопрос. На ваш взгляд, в украинском обществе существует почва для Третьего Майдана или нет? Недовольство властью, социальные проблемы, наличие войны на Донбассе, внутренние разногласия в украинской элите могут ли спровоцировать Третий Майдан? Это никто точно не знает. В ноябре 2013 года власть Януковича, которого ваша шайка поддерживала, была мощной как никогда. В выборе 2015 года к ним Янукович даже не готовился. Настолько точно он выигрывал и он даже не разворачивал полевые структуры. А Порошенко может ждать судьбы Януковича? Может. Может. Безусловно, может. Безусловно, может. И ваших лидеров может. Простите, понят. Простите, понят. Простите, понят. Простите, понят. Сейчас некуда делать. Простите, внимание. Во-первых, еще раз много рассказывал. Мы свободная страна, поэтому у нас даже представитель хунты может рассказывать. Ну, пропагандистского дела. Во-вторых, обратите внимание, что они все очень верно сказали. Одесса не восстала только потому, что ее залили кровью. И что сказал Аваков? Мы должны были успеть вовремя залить кровью Луганск и Донецк. И там всех террористическими методами просто убить. Вы абсолютно правы. Нельзя с вас договориться. Это единственное средство, с помощью которого... Это единственное средство, с помощью которого договориться просто нельзя. Значит, 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 сейчас, сейчас, сейчас. Вадим, 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 простите, пожалуйста, простите, пожалуйста. Пока мы еще не дошли до Львова, сейчас мы прервемся на секунду. Я хочу к нашему разговору подключить одного из людей, которых Аваков вовремя не уничтожил в Донецкой администрации. С нами сейчас на скайпе Андрей Пургин. Добрый день. Вы слышите, у нас тут очень эмоциональная дискуссия по поводу последних заявлений господина Авакова, что не удалось ему с самого начала подавить народное движение в Донецке и в Луганске. У меня вопрос по поводу сегодняшнего дня. Какая у вас сегодня обстановка? Стреляют, не стреляют? Что сейчас происходит на Донбассе? Ну, на Донбассе классически. То есть у нас действительно на порядок меньше стреляют. То есть это обычно от 13 до 20 боестолкновений за день. Боестолкновения смешанные. То есть в основном это провокации, конечно, нацгвардии. Но вчера уже были применены танки. Танков у нацгвардии практически нет. То есть это, возможно, какие-то подразделения вооруженных сил Украины. Но, тем не менее, это на порядок меньше, чем при активных боевых столкновениях. То есть у нас такое устойчивое неравновесие на сегодняшний день именно в военной отрасли. В военной области. А кто больше идет на боестолкновения? Вот солдаты вооруженных сил Украины или представители вот этих добровольческих батальонов нацгвардии? Нет, безусловно, нацгвардии. Они сегодня чувствуют себя хозяевом положения. Они зарабатывают десятки миллионов гривен ежедневно за пропуск людей, за пропуск машины, товаров и так далее. То есть там растут сами подразделения, растут как на дрожжах. И поэтому какие-то провокации в основном с их стороны. А блокада остается и финансово и экономическо? Да, блокада остается. И теперь уже причина блокады это то, что понравилось ежедневно зарабатывать как раз эти десятки миллионов. Там 40 тысяч гривен за проход машины, там полторы тысячи гривен за пропуск, там разовый проезд, там 200-300 гривен с человека. То есть буквально собирается автобусов и так далее. И этот взрыв, который был под Артемовском, это полный беспредел, как вы понимаете. То есть это уже в глубине своей территории минируются дороги объездные, которые по объезду блокпостов для того, чтобы собирать максимально деньги. Понятно. Спасибо большое. С нами на связи из Донецка был Андрей Пургин. Я хочу сказать, что ситуация вот этого хрупкого перемирия, она в любой момент, благодаря таким заявлениям, которые делает лидер правого сектора, она может быть нарушена. Правда ведь, Франц Адамович? Она может быть нарушена и быстрее всего, что так и произойдет. Но я благодарен вам, что мы вернулись к серьезному обсуждению и не реагируем на провокацию, которую молодой человек сегодня на Первом канале, в прямом эфире для всех людей провоцирует. Я думаю, что люди, которые нас слышат и видят, проявят толерантность и частный случай не должен иметь отношения к всему народу. Это очень важно. Правда. Это очень важно. Аплодисменты. И это связано с тем, что появилось доходное дело. Ведь 25% предприятий перестали работать промышленных. 10% прекратили свое существование. И они прекратили свое существование и перестали работать. И это связано с нами, с Россией. Не мы прекратили. Они сами приняли решение санкционное. Рубя сук, на котором... Вы же лжете. На котором ему сержат. Санкции начались в 13-м году. Зачем вы лжете? Молодой человек. Молодой человек. Я хочу... Пожелой человек. Расскорим это научитесь. Молодой человек. Давайте не оскорблять, пожалуйста. Это по вашим данным. То, что Яценюк говорит. Я цитирую вас. Я же ничего не делаю. И никогда не говорите мне в глаза, что лжете. Я слава богу... Не, ну подождите, Вадим. Вадим. Вы санкции начались в 13-м году, что приедут. Значит, Петр. Вы зря это говорите. В 13-м году были все таможенные санкции России против Украины. Подождите, Вадим. Петр, я... Давайте мы не будем перебивать друг друга. Не будем перебивать. Значит, первое. Молодого человека сразу убедите. Потому что я все-таки полковник ВДВ. Я обязательно спрошу за ложь. А сейчас серьезно по делу. Серьезно по делу. Серьезно по делу. Не нарывайтесь, пожалуйста. Я хочу, чтобы вы понимали одну вещь. Социально-экономические условия таковы, что без социального взрыва там ничего не произойдет. Да вы на себя смотрите. У вас когда будет социальный взрыв? Чего вы о других думаете? У нас не будет, Вадим. Сегодня олигархи, вне всякого сомнения, воспользуются этими вопросами. То, что Яроша Порошенко подтянул, с одной стороны это правильно. Но Ярош самостоятельный игрок. И он со своей точки зрения справедливости. И за ним стоит очень много людей, патриотически настроенных, радикально настроенных людей. И они будут влиять на процесс. И это может стать очень серьезным фитилем. Я хочу в подтверждение ваших слов привести вам цитату. Вот дело в том, что после так называемого добровольного ухода господина Коломойского с поста губернатора Днепропетровщины, в выходные там состоялся прощальный концерт, прощальная гастроль такая. И туда были привлечены лучшие силы, значит, украинского искусства. И вот небезызвестная у нас в стране певица Руслана, она непосредственно выступила с программным заявлением по поводу наличия и отсутствия олигархов во власти. Вот послушайте. Вот что имеется в виду, господин Гиржов, у меня к вам вопрос. Что имеет в виду Руслана? Она прямо сказала. То есть бизнес должен уйти из власти? В отличие от России, в Украине бурлят процессы. Это как молодое вино. Процесс сложный, неоднозначный, много различных взглядов, групп и так дальше. То, что Аярыши сказали, конечно, там нету таких самостоятельных больших подразделений, которые могли бы изменить формат власти. Это первое. А то, что люди, общество в ожидании перемен, диаголизации, прозрачных выборов, в том числе местных, которые готовятся, они в ожидании перемен. Поэтому Киев не может прекратить АТО, простите, сейчас все 50 тысяч человек приедут обратно на АТО от Украины. Давайте говорить о том, что Третий Майдан, все возможно. Уже два Майдана было. То есть это подтверждает слова про пороховую бочку все-таки? Потому что страна, в которой все время возможен Майдан, когда закидывают бутылками бойцов правоохранительных органов, это как бы не очень спокойная страна. А власть, собственно, вот если, я хотел сказать, если власть не будет адекватно реагировать на ожидания общества, будет да, так как было. Я, ну, короче, предупреждаю, два месяца стоял Майдан. То есть это и есть, вот это и есть, вот это и есть, так сказать, украинская государственность. Это такая карнавальная сущность. Мы сейчас поговорим по поводу пузырей, которые там у вас выскакивают на поверхность и даже к нам сюда прилетают. Но сразу после короткой рекламы на Первом канале. В прямом эфире программа «Время покажет». У нас тут кипят страсти по поводу ситуации на Украине, молодого вина, как вы выразились, которое бродит и вот пузыри от которого летят в нашу сторону. Я хочу сказать, что удивительно, что именно в сторону России, в составе которой всю свою историю находилась Украина, летят эти пузыри. Например, вот недавно киевские болельщики на матче 1-16 финала Лиги Европы с французами, они сожгли на своем секторе флаг России. Это, в общем, какая-то, по всей видимости, у них такая патриотическая доблесть проявилась. Все это сопровождается бурными аплодисментами. Ну, это, наверное, тоже часть европейских ценностей, к которым так стремится Украина. Но вот на самом деле, насколько хватит терпения? Значит, вот по поводу терпения вопрос такой. Вот есть игрок команды «Зенит», который играет в защите, Анатолий Тимошюк, он полузащитник «Зенита», и он игрок сборной Украины. И вот недавно этот игрок сборной Украины, который в «Зените» получает достаточно большую зарплату, он поехал на Украине навещать так называемых бойцов АТО, людей, которые воевали против русских на Донбассе. Не мешает одно с другим, у него как-то сочетается. То есть 4 миллиона евро от «Газпрома» в год он получает как игрок «Зенита», и одновременно вот что он говорит, посмотрите. Это наши герои, и мы со своей стороны поддерживаем их как можем. Поэтому мы приехали сюда, в госпиталь, чтобы добавить им положительных эмоций. Ну вот вроде футбол вне политики. С другой стороны, с такими героями, вот как одно с другим сочетается? Пожалуйста, на ваш взгляд. Каждый любит свою страну. Я думаю, что, наверное, сегодня, вот я очень внимательно слушал здесь передачу, мне кажется, что мы немножко должны вектор наших отношений повернуть в другую сторону. Я буквально вчера прилетел с Еревана, где честовали выдающегося футболиста Хорена Аганесяна, который играл за сборную Советского Союза. Ему было 60 лет. Значит, был матч, блестящий матч проводила сборная мира, сборная бывшая Советского Союза. Так вот туда приехали грузины, армяне, украинцы, россияне. Я вам совершенно четко могу сказать, ни одного слова про политику вне было сказано. Ну вот это важно, чтобы как бы не смешивать спорт и политику. И вы знаете, настолько тепло мы общались, насколько мы друг к другу так были, ну, во-первых, где-то по 15-20 лет люди друг друга не видели. Хорошо. А это бывшие игроки Советского Союза. Вы конфликт интересов, вот в данной ситуации видите, на ваш взгляд, как может человек одновременно получать деньги в Российской Федерации, получать зарплату в 4 миллиона евро, и при этом встречаться с людьми, которые стреляют по мирным жителям на Донбассе. Ну, этого человека надо вызвать сюда и у него спросить, у Толи Тибачука. Ну, на ваш взгляд, я не могу сегодня, так сказать, его, в чем-то, так сказать, говорить о нем, что он неправильно делал. Нет, он может любить свою страну, но тогда ты сделай выбор. Ты любишь свою страну, или ты зарабатываешь деньги. Человек должен замечание делать. Михаил, Михаил, пожалуйста. Сейчас, 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 секунду, мы сейчас обсудим. Я думаю, что, во-первых, таких заявлений делать нельзя, если ты уважаешь страну, в которой ты сегодня получаешь деньги, и в которой ты работаешь. Правильно, Валерий Георгиевич, дело в том, что вы выступаете в данном случае как человек, который смотрит на это, как миротворец со стороны спорта. Ну, я думаю, что так и должно быть. И мы все за уважение к людям, которые любят свою страну. Мы уважаем людей, которые любят Украину, живут на Украине и так далее. Но есть определенные вещи, которые нельзя делать с точки зрения этики. Вы согласны же? Я согласен, что этически... Михаил, пожалуйста, сейчас. Я думаю, что вот Тимащук, он в принципе, да, вот так вот, по большому счету, сделал доброе дело, поехал к раненому там солдату в госпиталь. Но что Тимащуку помешало бы, допустим, поехать в госпиталь на территорию Донецкой Народной Республики или Луганской, к такому же парню, который воевал в ополчении, и навестить его, да? Нет, пусть он едет куда хочет. Важно заявление при этом, как... Во-первых, заявление, я к этому отношусь отрицательно. Во-вторых, не зарабатывает и в конце концов. Но я могу объяснить, почему. Летом, летом, дай, лет, 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 летом у Тимащука заканчивается контракт, извините, поэтому он может себе это позволить. Он, пожалуйста, пожалуйста. Происходит в сборной Украины. Сейчас, сейчас, одну секунду. Я, как сказать, инсайдерскую информацию, понимаете, ну, поехал в госпиталь, посмотрели внимательно на фотографию, это же родственник. А вообще Тимоха классный парень, прикольный, вот. И он относится и к нашей стране с огромным уважением. Я хотел бы расставить акценты. Понимаете, да, он получает зарплату в Российской Федерации, но это не он выбрал «Зенит». Это «Зенит» выбрал его. Вот. И тут уж никак не придерешься к Тимащуку. Тогда вопрос не к нему, а к «Зениту», правильно я понимаю? А тогда вопрос ко всем работодателям в Российской Федерации. Тогда вопрос ко всем работодателям в Российской Федерации. Стоит ли платить деньги людям, которые работают на страну? А тогда вопрос приоритетов. А? А тогда вопрос приоритетов. Петр, вопрос приоритетов. Конечно. Это то, о чем я с вами Гошин говорил, на самом деле. Несомненно. Понятно. Понятно. Пожалуйста. Понимаете? Вы рассуждаете, как нормальные, здравые люди, рассуждая в нормальной стране. Украина, как бы ни говорили, какие их кивоки не делали, братские народы не братские, это не страна. Это тоталитарная кровавая секта. Только так к ней и можно относиться. Относиться могут. Они могут следить, вот как бы волнуясь за действиями Маслюкова, Петросяна. Это их конкуренты. К ним можно относиться только так. С юмором вы предлагаете. Больные с юмором только так. Нужно отделять. Давайте будем отделять украинский народ от украинских политиков. Не надо никого отделять. Чудовищное заявление. Не надо никого отделять. Те девочки, которые... Подождите, сейчас, по очереди, давайте. ...оказались полусумасшедшие люди. И люди, которые публично делают чудовищное высказывание, и в этой студии в том числе. Это прямая политика. Те девочки, которые разливали коктейли Молотова в Одессе, это милые, добрые существа, которых вот такие чмошники сказали, что главное 50 человек убить, и будет все хорошо, и Украина расцветет, и будут ходить в вениках своих. Это все зомбированные люди. Они больные. И их исправит не наша политика. И их исправит... А что исправит? И их исправит только лечебное голодание. Понятно. Пожалуйста, Дмитрий, подожди. Почему на Украине все-таки... Сейчас. Дайте мне... Украина фобия, когда боятся Украину. Никогда мы не будем брать им с такими. Украина фобия, это когда боятся Украину. А мы не боимся. Мы не боимся. Украину никогда не боялись. Пожалуйста. Почему на Украине... Украина... Почему на Украине все-таки возможен Майдан? Секунду, господа. Дайте мне сказать. Мне ведущий дал слово. Пожалуйста. Пожалуйста. Не было у нас Майдана. Вы задушили свой Майдан. Не было. Не было у нас Майдана. Я вас не прерывал. Не воевал. Вместе не играли в футбол. Не воевали вместе. Я теперь... За две недели уже враги, фашисты и сволочи. Как это может быть? Нет, фашисты и назвал наши человека. Почему возложен Третий Майдан? Потому что украинская элита, безответственно, более того, она, значительная ее часть, представляет собой просто варварство в эпоху цивилизации. Никогда, даже если есть вопросы по законности каких-то действий, вот обсуждался захват Донецкой областной администрации, никогда государственный деятель, находящийся на посту, как господин Аваков, или парламентарий какой-то, да, не должен призывать к убийствам. Когда он это делает, он превращается в варвара, которого на следующий день сметет точно такая же улица, при помощи которой он пришел к власти. Вот и все. Просто, понятно. Сергей, пожалуйста, ваше мнение по поводу. Вы знаете, насчет Третьего Майдана. На самом деле, конечно, он возможен, поскольку условия социально-экономические чудовищные. Экономика падает. Кроме этого, криминальный беспредел вот этих банд, которые называются национальные гвардии, батальоны и так далее, они действительно, там же много людей должно пересекать границу. С них вот как... Понятно, берут деньги. На самом деле, вот огромный, это копится вот этот гнев. Но, понимая это, власть революционирует к жесткой полицейской диктатуре. Поэтому в ближайшее время, к сожалению, Майдан невозможен, поскольку люди, выходящие на Майдан, просто будут расстреляны из пулемета вот этими аваковами, которые жалеют, что немало людей убили. Ну ладно, давайте так, давайте будем все-таки надеяться, будем надеяться на лучшее, как будет, время покажет. Спасибо, что были с нами, увидимся на Первом канале.